здравствуйте я очень рада что вы нашли немножко времени чтобы посмотреть программу что почитать три книги на неделю и не теряя ни секунды давайте же посмотрим что у нас сегодня на этой неделе эта книжка вышла достаточно недавно в 2017 году я ее отметила по каким-то рецензиям и сразу же практически себе заказала потом она пошла у меня по друзьям по знакомым по родственникам вот только сейчас она ко мне вернулась эта книжка она называется ваши письма я храню под матрасом не совсем обычного жанра это сборник писем которыми обменивались питать писательница астрид лингрен и обычная шведская девочка сара юнкранц вот вообще я очень люблю жанр биографии я очень люблю астрид лингрен и стараюсь читать что выходит новенького про нее но я заметила такую тенденцию что иногда биографию любимого писателя пишет допустим человек ну иногда конечно пишет человек с которым вот этот писатель астрид лингрен наверное сама бы в жизни общаться бы не стала то есть он там тебе все пески взроет всех не знаю родственников алкоголиков перечислит все скелеты из шкафа достанет но в общем-то к пониманию человека ты наверное даже не приблизишься потому что ну вот наверное все таки не в этом суть вот а эта книжка она прям вот меня поразило потому что я всегда хотела почитать что-то подобное и это было прям вот как не знаю огромный пласт информации огромный пласт информации о том как вообще астрид лингрен видела жизнь вот 13-летняя девочка и 60-летняя лингрен они обменивались письмами ну где-то получается 71 года и до смерти лингрен 2002 году под и читаются они просто замечательно а дополнительным как бы сказать саспенсом этого всего служит то что сара юнкранс была девочкой из очень неблагополучной семьи вот то есть и ты читаешь во первых это открытие что у шведского ребенка вот жизнь может быть такой же грубой и тяжелой как вот ну не знаю какой-нибудь ребенка из нашей неблагополучной семьи вот а потом ты просто читаешь и следишь ты не понимаешь это вот поможет ей как бы сказать выплыть вырулить там не знаю построить свою жизнь вот это вот совершенно не материальная вещь когда где-то есть астрид лингрен которая помнит о тебе и думает о тебе вот они просто никогда ни разу они не встретились лично вот и это держит напряжение до последних страниц книжки я вам очень советую и прочитать потому что если вы любите астрид лингрен да вообще это очень интересное чтение ваши письма я храню под матрасом астрид лингрен и сара швард книжки которую я сейчас держу в руках на самом деле не существует вот в таком физическом носителе это достаточно забавно звучит но книга школа в кармартене которую написала анна коростелева она присутствует только в интернете вот и несмотря на то что официальные и еще никто не издавал она уже стала легендарной а просто реально настолько известно в узких кругах настолько люди от нее в восторге что я просто не могла устоять не показать ее вот нашей передачи вот это вот книжка которую я сейчас держу в руках у нее нет ни цены нет книжных знаков а избен и так далее и тому подобное это просто плод фанатского отчаяния они настолько уже отчаялись как бы дождаться издания книги вот что они просто уже напечатали сами конечно мы их не одобряем но в какой-то степени мы их понимаем потому что книжка совершенно бомбическая и и как только уже не называли и университетский гарри поттер там не знаю и да даже жанр там не определить но это просто великолепно там преподаватели описанные вот здесь преподаватели магической школы в кармартене это просто каждый из них это отдельная вещь в общем вы научитесь применять все 16 средств авиценны от несчастной любви научитесь играть в метаворфозы и просто получите гигантское удовольствие от этой книжки просто вот ну это великолепно я ее обожаю многие мои друзья ее тоже очень любят так что ищите в интернете школа в кармартене анны коростелевой я держу в руках книжку которая выдержала я не знаю сколько переизданий переведена уже я не знаю насколько языков это классика твердая классика детской книги книжка серебряные коньки мэри мэйп додж была издана в середине 19 века и с тех пор ее прочитали просто поколение детей это невероятно обаятельное повествование о двух голландских детях Ганси и Гретель Бринкерах вот но это не только об этом это о самой Голландии это увлекательнейший замечательный язык ее не зря любят дети во всем мире это одна из классических детских книг я думаю что если вы ее не читали попробуйте в ней нет абсолютно ничего скучного она захватит вас просто с первых страниц очень теплое очень семейное чтение так что рекомендую мэри мэйп додж серебряные коньки и сегодняшний книжный лайфхак будет наверное немножко неожиданным и узкоспециальным но тем не менее я его расскажу смотрите если вы изучаете английский язык нам всегда рекомендую читайте книжки на языке оригинала погружайтесь но иногда у нас просто не хватает для этого знаний я предлагаю вам обратный ход попытайтесь читать на английском те книжки которые вы уже читали на русском или слушать в аудио варианте это невероятно захватывающее меня это всегда очень радует допустим книжка пелевина священная книга оборотня которая слушала на английском подарила мне много незапланированных приятных часов так что изучайте языки читайте книжки будьте здоровы и встретимся на следующей неделе